Пожалуйста, добро пожаловать из Бразилии, представляя Альянсу, Мишел Лаги! Мишел Лаги является ветераном спорта. Также у него есть младший брат Мишель Лаги, который очень на него похож. Марсио Андре это чуть более молодое дарование. Ему 23 года, он выступал по синим, фиолетовым и коричневым поясам практически одновременно. С Паулой Жуао Мияо на фиолетовых поясах очень часто встречался с братьями Мияо, поэтому, ну, очевидно, 9 лет разницы, как я и сказал, это встреча разных поколений. Андре в зубе, твой рефери в charge, Эзекиэл Зиаз. Как ты думаешь, Али, удастся ли более опытному Майклу досрочно закончить это противостояние? Не уверен в этом, потому что Марсио Андре не уступает ни в практике джиу-джитсу, он уступает только лишь в титулах. На сегодняшний день, мне кажется, они примерно одинаково борются ввиду и возраста, и все-таки опыты. И Марсио Андре немножко, скажем, больше в новой школе джиу-джитсу, знаете. Майкл Ланге больше, скажем, олдскул, такая старая закалка, он первый чемпионат мира выиграл аж в 2009 году. Является он четырехкратным чемпионом мира, Майкл Ланге, я имею в виду семикратным чемпионом Европы, пять раз выиграл чемпионат мира Панамс, и все это только по черным поясам. В 2009 году он выиграл всевозможные турниры, в которых участвовал все главные, это чемпионат Европы, Бразилия Нейшнолс, Абу-Даби и, собственно говоря, чемпионат мира и Панамс. И в 2009 году был назван спортсменом года по версии Абиджеф, это про Майкла Ланге. Марсио Андре самый высокий титул, помимо чемпиона ECB в Ноги в 75 килограмм, он является чемпионом в Ноги, он второе место на чемпионате мира занял в дебюте по черным поясам, проиграл он тогда лишь Рафаэлю Мендесу, и в полуфинале он, кстати, прошел самого Кабрини, тренера Майкла Ланге. Тогда случилось что-то невероятное, Кабрини и Гард на соревнованиях впервые прошли. Гард Кабрини кто-то смог преодолеть. Да, да, да. Фактически Гард Кабрини, Марсио Андре впервые прошел и получил за это три балла. До этого Кабрини и Гард никто не проходил. И вот он выбил в полуфинале легенду спорта Кабрини, и в финале на него попал Рафаэ Мендес. Ну, Рафаэль Мендес является рекордсменом по титулам чемпиона мира в этой весовой категории. Является, ну, наверное, многие со мной согласятся, что самым техничным человеком в мире по джиу-джитсу. Ну, и не смог он противопоставить ему, навязать ему свою борьбу. Рафаэль Мендес как раз взял свой последний пятый титул чемпиона мира и после этого закончил карьеру. Так что в дивизионе Марсио Андре сейчас вакантная медаль золотой чемпионата мира. Посмотрим, что будет в 2018 году. Чемпионат мира 2018 пройдет в конце мая. Он всегда проходит в Лонг-Бич, Калифорнии. Это юг Лос-Анджелеса. Как я и говорил, Майкл Ланге прекрасно работает. Открытый гард, спайдер-гард. Это его одни из самых любимых позиций. Он с них как динамично переворачивает, так и закидывает треугольники. Очень сложно пройти гард Майкла Ланге. Ну, на самом деле и Кабрини гард очень сложно пройти, но мы знаем, что Марсио Андре с этим справился. Посмотрим, как он справится с гардом ученика Кабринии. Вот он. Да, красота. Всем известный красивый сип от Майкла Ланге, когда у него левая нога в спайдер-гарде, правая нога у него в обратной долариве. И он закручивается на 360 градусов и ногой, которая у вас в бицепсе, собственно, кидает вас через себя во вращение и встает. Он практически сейчас это сделал, единственное, не получилось занять верхнюю позицию. Не доконтролировал. Но я уверен, мы еще не раз увидим эту попытку свипа от Майкла Ланге. Это как так называемая его короночка. Марсио пытается пройти гард. Майкл Ланге работает в спайдер-гард и лассо-гард. На левой ноге у него захват спайдера. Вот видите, нога в бицепсе, да? Правая нога сейчас уже ушла, но до этого она была как раз в лассо. Очень хорошо контролирует в Майкл Ланге руки соперника. И посмотрите, с какой легкостью он закидывает свои ноги назад. И это именно то, как Марсио Андре прошел к Абрини. Он как раз попал в эту позицию, вот в реверс-гард так называемый. И оттуда двумя руками сумел забраться в дабл-андерхук, как бы отсечь линию сгиба и получить север-юг. Но с Майкл Ланге пока это не получается сделать. Майкл Ланге очень пластичный гард, очень пластичный таз. Поэтому здесь порой нужно что-то больше, чем просто филигранная техника, чтобы обойти гард таких людей. 33 секунды остается до конца первого раунда. Счет не открыт пока что. Ждем, пока кто-нибудь сможет навязать свою борьбу, заработать очки. Но Марсио Андре более чем активно пытается пройти гард Майкл Ланге. То есть он здесь не защищается, он не сидит, он не ждет, он не спойлерит. Он прям лезет, пытается, убирает ноги Майкла, пытается залезть руками в дабл-андерхук, в север-юг. Попытка прохода гарда, попытка вытянуть гард Майкла наверх. Извиняется, что после бонга немножко потянуло наверх. Первый раунд подошел к концу, никому его нельзя записать. И даже если бы схватка так закончилась, я не имею ни малейшего понятия, кого бы судью назвали победителем. Потому что, как Майкл Ланге пытался крутиться в свип, сейчас, наверное, нам покажут этот эпизод. Нет, сейчас нам будут показывать эпизод пупытка прохода гарда. Нет, именно как раз неудавшийся свип от Майкла Ланге покажет. Вот он левой ногой через себя его закрутил. Второй раз Марс его такого, конечно, не позволил. Сразу правый локоть свой освободил. И дальше вот здесь вот он был ближе всего к проходу. Видите, правой рукой он уже под коленом соперника. Нужно было также левой рукой залезть в так называемый андерхук. Грюк снутри или снизу. Нас ждет второй раунд. Его ждут и спортсмены. Посмотрим, может, Марсио предложит работу из своего гарда во втором раунде. И мы увидим чуть другую динамику схватки. А будет он так рисковать? Или это для него не риск? На самом деле Марсио как прекрасно работает гард, так прекрасно его и проходит. И я не знаю, мне кажется, он в любое русло, если потянуть эту схватку, он там будет понимать, что делать и что не делать. Просто пытается нащупать именно тактику Майкла Ланге и пытается понять, что именно тот хочет. В любом случае они будут бороться до последнего как за два балла, так и за три балла. То есть легких баллов мы здесь не увидим. Ну, мне кажется, что задача разгадать, что же хочет твой оппонент, очень-очень сложная. Ты сам говорил о том, что ни один высококвалифицированный представитель бразильского джиу-джитсу не делает одну атаку. Он делает атаку сразу по нескольким направлениям. Не получилось одна, значит вторая, не вторая, значит третья, не третья, значит попробую снова первую. Ну вот, кстати, Марсио Андре все-таки прыгает в гард. Как я и предполагал, возможно, он изменит свою тактику. Посмотрим, что Майкл Ланге предложит сверху как гард-пассер. Знаем мы, что он умеет и гард проходить, несмотря на то, что у него очень хорошая работа из гарда. Но я по своему опыту могу сказать, что гард, он как сверху, так и снизу понятие однакоое. То есть если ты прекрасно ориентируешься в гарде, ты будешь знать, как его обходить и также будешь знать, как из него переворачивать. То есть я редко встречал людей, которые филигранно работают из гарда снизу и не знают, как его проходить сверху. Или людей, которые сверху хорошо обходят гард, а снизу заявляют, что не умеют работать гард. То есть это, ну, неправдоподобно. Знаете, они не смогут обходить хорошо гард, если не понимают, как он работает. То есть здесь обоюдно. Гард это понятие обоюдное, как и снизу, так и сверху. Так вот, в целом, мне кажется, они выясняют не кто лучше проходит гард, а кто лучше, в принципе, борется, как джитсер. У кого больше джиу-джитсу в крови, скажем так. Марсио посмотрел, как Майкл работает снизу, попробовал попроходить, понял, что, ну, не просто это, тяжеловато. И нужно чуть больше транжирить сил, чем он планировал, чтобы получить три балла. Решил попробовать снизу. Может быть, чтобы заработать два балла на Майкл Ланге, не нужно столько сил тратить. Посмотрим. Но Майкл тоже очень умело счищает гард Марсио. Не дает ему вязать себя, не дает ему контролировать свои рукава, не дает... Опа-на! И вот он, Майкл Ланге, поступает за спину. Проход гарда переходит в черепаху. Он вынуждает Марсио отвернуться. И сейчас, скорее всего, мы будем видеть, как Майкл Ланге заберет спину. Да, и он после спины сразу... Сразу будет пытаться задушить соперника. Две ноги есть, скорее всего, баллы... Он будет пытаться финишировать, он будет делать болный ручок. Да, он... Видите, как правой ногой он сейчас пытается вот задеть отсюда, отсечь локти. Если он это сделает, Марсио Андре, скорее всего, будет терять сознание. Если не удушение отсюда, то у Майкла Ланге остается альтернатива болевой на руку. Но пока он пытается задушить. Пока он двумя лапелами пытается задушить. Видите, он правой рукой тащит один лапол, левой рукой соседний. Уплотняет, по всей видимости, он потеряет удушение. И будет довольствоваться только болевым на руку. Смотрите, он уже переходит на руку. Видите, отпустил шею. Контролирует руки. Шеи уже не будет. А по всей видимости, он понял, что удушающий не получится? Да, не получится, да. Он уже потерял линию спины, то есть он уже лицом к лицу к Марсио. А чтобы удушить со спины, ему нужно линию спины держать, то есть находиться за спиной. Фактически уход для Марсио был повернуться лицом к Майклу, что он и сделал. Ну, я думаю, судьи оценят этот эпизод. Минута до конца схватки. Майкл Ланге попадает в одну из своих самых любимых позиций. Закрытый гард с двумя рукавами. Не удалось ему финишировать ту позицию, которую ему подарил Марсио. И спину не забрал на 4 балла, и удушить не получилось. Спайдер-гард Майкл работает. Пытается правой ногой выбить ноги Марсио, а левой ногой навязать ему свип. Очень был близок к этому, но не получается. Получает дабл андер. То есть, дабл андер, видите, обе руки Марсио Андре под ногами Майкла. То есть, он получил дабл андер, а тут, о, попадает на треугольник. Очень динамичная схватка. Я начну описывать одну позицию, сразу приходит вторая. Майкл Ланге закрывает треугольник, но не хватит времени задушить. Но если бы времени было больше, я вас уверяю, он бы не простил эту позицию. Да, совсем немножко не хватило. Он бы точно закрыл треугольник, он бы точно завершил эту схватку. Марсио Андреев, видать, за 10 секунд до конца раунда чуть-чуть расслабился. И вот этой слабины, которую он допустил, хватило, чтобы попасть сразу в непростительную позицию. Но активность на свой счет записал Майкл Ланге. Да, он сначала забрал спину. Посмотрим, Майкл Ланге начинал сверху. У Майкла Ланге получилось при проходе гарда навязать черепаху, выйти за спину. Со спины попытался задушить, не удалось, оказался снизу. Было несколько попыток, и вот последнюю попытку задушить треугольник мы видели прямо на последних секунду. Все верно. Он попытался задушить, будучи за спиной, попытался задушить, будучи внизу в гарде. Я думаю, что все эти активности пойдут в актив, и если счет останется ничейным, то судьи с чистой совестью отдадут победу Майклу Ланге. Согласен. Я тоже солидарен с этим мнением. Мне тоже похоже на то, что сейчас Майкл Ланге сделает чуть больше, чем у оппонента. Оба в синих кимоно. Майкл Ланге более титулованный и более опытный. В красном поясе отличительный знак у него. И больше желтого цвета в кимоно у Майкла Ланге. Да, ярко-желтые нашивки. Ты сейчас обратил внимание, что красный пояс у более титулованного оппонента. Но, наверное, как мне кажется, что все-таки красные пояса – это всего лишь отличительный знак спортсменов. Да, вы правы. Я просто констатировал факт, что сейчас у него пояс, но он является высшим делом. То есть, то, сколько ты титулов заработал, абсолютно никак не влияет на то… На расстановку, кто выйдет первый, кто выйдет второй, у кого выйдет красный, у кого синий. Но на расстановку влияет, как и в ММИ, из красного угла выходит, как правило, неандер. Свой. Нет, не свой, но тот, кто… Типа, ну, знаете, вот есть андердог, а есть человек, который, типа, выиграет схватку. Фаворит. Фаворит, да. То есть, фаворит в красном обычно выходит. А владатель титула всегда выходит с красного угла. Свой всегда выходит с красного. Свой всегда выходит с красного. Если это матчевая встреча, то свой выходит с красного угла, чужой всегда выходит с синего угла. Закончилась первая минута без полгарда. И теперь самое интересное – последний, третий раунд истекает потом просто как водопад. Но я думаю, что это не пот, а все-таки вода, которой поливают секунданты в перерывах. А мы видим, что бойцов активно поливают, дабы избежать перегрева. Пожалуй, соглашусь с вами, да, наверное, я не заметил этого момента, но не мог для себя не отметить, что так часто бывает. Да, в других эпизодах мы видели, что бойцов активно поливают водой. Да, оба очень влажные, очень мокрые. Майкл Ланге прыгает вниз, начинает работу со своего открытого гарда, снова треугольник, и посмотрим, чем кончится дело на этот раз. На этот раз 3 минуты 15 секунд до конца схватки, но ничего. И 2 секунды до конца треугольника. Марсио, мне кажется, нужно чуть-чуть постараться, все-таки он чемпион в этом весе, но в категории Ноги, и это не титульный поединок. И при равном счете вряд ли его будут считать за фаворита схватки, учитывая, как много всего проделал Майкл Ланге за второй раунд. Но напомню, счет равный. Просто пока что Майкл Ланге больше выглядит как человек, который заслуживает победу. Который ведет бой. Да. Потому что всегда один человек бой ведет, второй находится под влиянием, и всегда можно определить, кто больше контролирует. Конечно. Кто-то задает темп, а кто-то его выдерживает. Попытка пробросить гард Майкл Ланге, потом попытка взять дабл-андер, но Майкл очень умело и быстро в полдвижения возвращает свои ноги обратно в спайдер-гард. И на самом деле позиция для Марсио Андре не самая приятная. Во-первых, ему нужно форсировать события, ему нужно идти вперед. Он в гарде, и он в самом опасном положении у своего соперника, в котором только мог бы быть. В открытом гарде Майкл Ланге. Как мы говорили, самые острые моменты Майкл Ланге может показать именно из этой позиции. Контролирует весом Майкл Ланге, ой, извиняюсь, Марсио Андре одну ногу Майкла, левым локтем отдавливает ее. Правой рукой старается законтролировать и задоминировать над захватом второй ноги. В итоге, видите, меняет свой вес слева направо. Но из того, что я видел в сегодняшней схватке, вот в этой конкретно схватке, это то, что Майкл Ланге заманивает своего оппонента, он дает ему работать для того, чтобы в какой-то момент закрыть капкан. Это своего рода, да. Хлеб с маслом для Майкла Ланге – это его основная работа. Из такого гарда и из такого гарда выкручиваются на треугольники, выкручиваются на свипы или на армбары. То есть он выманивает соперника на позицию, где он как бы может пройти гард, но может и попасться и фактически заставляет его рисковать. И у противника Майкла Ланге возникает ощущение, что вроде как он бой ведет, вроде как он атакует. Да, он старается, он старается, он навязывает. Вроде как еще немножко и сейчас что-то удастся сделать. Но на самом деле ничего сделать не удается, удается сделать Майкл Ланге. Да, Майкл Ланге свои желания уже давно сделал, выполнил. В принципе, он, ну понятно, он, наверное, хотел выиграть сам Мишнам. Но если взять в расчет то, что против него борется чемпион легкой весовой категории в ACB, ноуги, что против него борется Марсио Андреер, человек не уступающий ему, как минимум очевидно. Майкл Ланге доволен результатом, то что он в такой трудовой, знаете, борьбе. Больше продуктивных действий способен применить, нежели Марсио. У Марсио все вот так вот, вот, знаете, вот попытки, все вот неудавшиеся, все вот где-то соскальзывающие. А у Майкл Ланге прям две очевидные атаки были. Ну посмотрим, солидарны ли с нами судьи, кому отдадут победу в этом бою. Не знаю, нам придется подождать несколько, пожалуй, даже минуту, да, чтобы узнать там. Марсио думает, что выиграл он. Майкл Ланге, конечно, имеет противоположное мнение на этот счет. Тяжелое детство было у Марсио. У него в самом-самом детстве он лишился отца. В принципе, он родился в таком криминальном районе Риво. Неблагополучно, в общем, он вырастал. И именно программа «Новая Ньюау», которая из фавел брала детей, которые еще не успели втянуться и связать свою оставшуюся жизнь с улицей, с криминалом. Он их бесплатно затягивал к себе в зал, заставлял их тренироваться. Да и, собственно говоря, через вот таких людей, как Андрея Федорфидорас... Такие ребята, как Цезаро Коста, помогают бразильским молодым ребятам избежать криминального будущего. И построить спортивную карьеру. Раздельное решение нас ждет. Как мы и полагали, победу одерживает титулованный Майкл Ланги из команды Альянс. У Майкла Ланги рекорд 82 победы, 35 побед с Абмишином и 14 побед, и всего лишь однажды с Абмишином. Но об этом позже. Ланги, как вы думаете, что это отличие, что это дает вам победу? Вы знаете, Броли, в самом деле, я просто ударил мою ногу в рамках, и я просто помню вас, но... Вы знаете, я не здесь, чтобы показать ничего. Я просто у меня была хорошая карьера, поэтому я здесь просто для нас весело. Конечно, я очень сильно подготовил, но я не мог бы бороться. Поэтому я попробовал мой лучший, и сегодня мой лучший был достаточно хорошим. Мой лучший. Мой лучший, спасибо. Мы ждем снова встречи. Спасибо. Спасибо. Вот я и вышел развлекаться, получать удовольствие. Попробовал лучшего себя, и лучшего я, собственно говоря, этого было достаточно, чтобы одолеть маршу.